Добрый день, уважаемые зрители видеоканала «Планета дзюдо», я Роман Карась. И сегодня в моем небольшом видеообращении, видеосюжете, я хочу поделиться с вами одной очень интересной информацией, которая касается методов преподавания дзюдо, дзюдзюцу или других видов или систем физического воспитания и боевых искусств. На самом деле это не совсем такая моя личная идея или моё ноу-хау. Я взаимствовал эту идею у моего хорошего приятеля мастера дзюдо Владимира Сидорова, а точнее взял из его книги, которую он написал и мне подарил для того, чтобы я ознакомился с тем, что там написано. И я взял, прочитал там очень интересную мысль, которую излагает Владимир. Она касается непосредственно его школы, в которой он практикует, эта школа традиционная. И я думаю, что эта идея очень полезна также для тех, кто практикует дзюдо, дзюдзюцу. И в тренировочном процессе она может дать положительный результат. О чём эта мысль? Ну, возможно, кто-то, конечно, тоже уже знает это, возможно, кто-то слышал. Но я хочу это озвучить, потому что для меня на самом деле это было такое, ну, своего рода открытие. Хотя, в принципе, это было всё на виду. Но когда мы это всё распределяем по полочкам, тогда нам становится более понятно вообще, как мы можем обучать тем или иным техническим действиям. Итак, это касается уровней преподавания техники или упражнений дзюдо и дзюдзюцу. Что значит уровень? Ну, мы знаем обычно, как проходит тренировка. Есть техника стоя, техника лёжа, мы так говорим. А на самом деле идея заключается в том, что это очень узко. И надо немножко пошире раскрыть рамки, видение того, каким образом можно демонстрировать и изучать технику. Значит, уровень первый. Я сейчас продиктую вам все уровни, а в последующем я попробую их, значит, показывать какие-то упражнения. И для каждого из уровней. Итак, на что очень важно обратить внимание. То есть мы делим на уровни. Каждая технику упражнений мы делим на уровни. Уровень первый. Лёжа. Уровень второй. Сидя. Уровень третий. Стоя. Уровень четвёртый. В парах. Уровень пятый. Рандори. Или свободный спарринг. Некоторые уровни имеют подуровни. Или такое, как бы, дополнение. Ну, например, уровень лёжа, он также может выполняться как в упражнении индивидуально, так и в упражнении в парах. Уровень сидя тоже может выполняться в упражнении индивидуально и упражнении в парах. Уровень стоя также можно выполнять в упражнении индивидуально и упражнении в парах. И рандори, свободные спарринги, тоже их можно выполнять как стоя, так и на уровне сидя и на уровне лёжа. То есть, если мы пропишем или для себя определим вот эти вот уровни, то нам, тем, кто преподает или тем, кто даже изучает технику, упражнения, дзюдзюдзюдзюдзюдзюдо, мне кажется, будет гораздо легче понимать, каким образом и где применяет стальная техника. Ну и вообще для лучшей усваиваемости приёмов, упражнений, мне кажется, разделение на такие уровни даст более ощутимый эффект для понимания, осознания и повышения уровня своего совершенствования в тех или иных упражнениях. Итак, давайте мы ещё раз пройдёмся по этим уровням. Это значит уровень лёжа, уровень сидя, уровень стоя, уровень в парах и свободный спарринг. На этом я сегодняшнее своё небольшое видео заканчиваю. Мы продолжим обсуждать эти уровни и попробую я дальше показывать некоторые упражнения для каждого из этих уровней. А возможно, кто-то из вас, уважаемые видеозрители канала Планета Дзюдо, даст какие-то свои рекомендации, может быть, даст какие-то свои пожелания, замечания, дополнения. Но в любом случае, я надеюсь, что делиться вот таким опытом, делиться вот знаниями, это хорошая идея, и это даст нам всем возможности совершенствовать свои способности для всеобщего благополучия. С вами был Роман Карасёв, вы смотрели видеоканал Планеты Дзюдо. До новых встреч!